МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу видно, что там идет свет во все стороны. Отлично. Любовь – мама четверых детей. Двоих она приютила и полюбила, как своих собственных. Привела семью на праздник День рождения добра в парке Роздолье. Это очень классное мероприятие. Во-первых, для детей, потому что это новый круг общения. Для них вообще есть ощущение праздника от этого чего-то нового. Есть возможность попробовать разные мастер-классы. Это очень классно для родителей, потому что ты встречаешься с такими же людьми, у которых тоже есть приемные дети, и ты понимаешь, что ты не один, что нас много. Любовь приняла активное участие в организации праздника, приуроченного ко Дню семьи. Провела для детей мастер-класс по изготовлению домиков. Основная часть мероприятий подготовлена нашими же приемными родителями и опекунами. Поэтому мы очень рады, что наши родители активные, выдерживают такую активную жизненную позицию, что учат и детей, которые у них в семьях воспитываются, быть значимыми для общества. На празднике развлечения на любой вкус. Для детей подготовили спортивную интерактивную программу, а после ребята собственными руками изготовили цветочную композицию. Мы с детками готовим композицию из роз, хризантем, пистыша, чтобы дети научились флористическому мастерству, узнали, что это такое. Что понравилось больше? Вопрос вызвал затруднения у юных участников, ведь у каждой активности своя изюминка. Но Маша Макарова определилась. Больше понравилась флористика. Почему? Ну, больше так развивающая, мне так кажется. Завершением Дня рождения добра стал яркий концерт, а сами гости стали участниками танцевального флешмоба. Со своей главной целью – сплотить замещающие семьи в такой важный день, организаторы справились на отлично. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.